Праздник закончен, салат из Хедины, пришло время расставаться с его главным символом – елкой. Как это правильно сделать и не навредить при этом экологии? В нашем следующем сюжете. После того, как были сняты все игрушки и украшения, выбрана вся мишура из хвои, дерево необходимо сдать на переработку. Сделать это можно в специальных пунктах приема, которые работают круглосуточно. Адреса, которые стоит запомнить в Казани – улица Дели-Кутуя-160 и проспект Победы-141. Все собранные деревья отправят в фермерские хозяйства, где их будут использовать в качестве теплой подстилки для животных и птиц. Сейчас очень много внимания уделяется раздельному сбору отходов в городе Казани. Это прекрасно, на мой взгляд. И появились места приема отходов. Например, Поволжская экологическая компания устанавливает на своей территории большой контейнер, куда можно приносить елки. На территории крупных торговых центров часто бывают такие контейнеры. Есть специальные организации, которые также занимаются раздельным приемом отходов. С помощью их можно также утилизировать деревья, которые сейчас уже не нужны как украшения. Если сдать елку никуда не получается, надо обрубить ветви и распилить ствол на куски до метра длиной. Тогда ее можно выбросить в обычный бак для неперерабатываемых отходов. Целую елку можно отнести только в бункер для крупногабаритного мусора. Почему нельзя елки выкидывать на ближайшую мусорную площадку в обычный контейнер для твердых бытовых отходов? Во-первых, елка является крупногабаритным отходом. То есть ваша елка займет половину контейнера. Во-вторых, елка – это древесина, которую можно использовать повторно. И полигоны не имеют права принимать древесину для захоронения. Если же елку не переработать и отправить на полигон, она будет разлагаться и выделять опасный газ – метан. Он не только горючий взрыв опасен, но и увеличивает скорость глобального изменения климата. Рациональное применение елки можно найти и на собственном участке. Древесину используют для растопки печей, а мульчу – для обогащения почвы. Для этого необходимо измельчить ствол до состояния щепок и присыпать им землю возле деревьев и цветов. Также из распиленных стволов можно смастерить бордюр для клумбы или декоративные элементы для двора. Удивительно, но хвойное дерево можно отнести и в зоопарк. Там его используют для подкормки и подстилки животным. Как говорится, и экологии не вредно, и животным приятно. Как утилизируют елки за рубежом? За границей утилизация живых елей организована на уровне местной власти. В Норвегии и Дании изготавливают мебель. В Германии – вешалки для одежды, санки, детские игрушки, сувениры, а также деревянные ножи для резки масла. В США из елей делают бумагу, а в Швейцарии их сжигают и производят тепловую энергию. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз.